Так, ну что, всем привет! У нас сегодня утро субботы и я вот занимаюсь завтраком, даже не завтраком, а обедом на целый день. По ингредиентам можно увидеть, что будет что-то интересненькое, поэтому решила с вами поделиться своим рецептом солянки. Это будет солянка у меня. Здесь у меня немножко копченая колбаска, здесь осталось несколько кусочков. Здесь у меня обычные такие вот зеленые маслины без косточек. Кто любит синие, кто любит зеленые, берите просто на ваш вкус. Здесь у меня шампиньоны, это ашановские обычные грибочки белые. Здесь у меня 4 картофелины и для зажарки лук и морковка. Буду сейчас это все нарезать, бросать в кастрюльку, варить и в конце, может быть, покажу вам, что у меня получилось. И сам результат. Поэтому всем, кто готовит или кушает, приятного аппетита! Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Итак, ну что, сварилась наша солянка. Вот так вот она выглядит. Я обожаю просто солянку, особенно когда папа её готовит, очень вкусно получается. И я здесь использовала такую вот копченую колбаску, но на самом деле самая вкусная солянка получается с охотничьими сосисками. Именно вот такими копчеными, острыми охотничьими сосисками. Поэтому вот три картофеля здесь, морковка, лук, грибы-шампиньоны, копчёная колбаска, маслины и немножко лимона. Ну и зелень в конце добавила для аромата. Поэтому всем приятного аппетита, кто кушает. Так, ну что, пельмени я уже налепила. Получилось 200 штучек. Осталась половинка теста. И сейчас я хочу показать. Вот такая вот картошка получилась. Она, кажется, тёмненькая, с грибочками. Тут, конечно, очень много, но то, что останется, мы доедим. Вот, получаются вот такие вот варенички. Вот, один больше, другой меньше. В зависимости от вот листика, который я раскатываю. Раскатываю обычно тесто очень тоненькое. Вот такой вот чашечкой, кружечкой. Это обычная кружка, мы её используем именно для того, чтобы делать тесто. Ну и малышу даю играться просто, потому что она пластиковая. Здесь горлышко самое такое широкое, поэтому позволяет делать вот такие вот кружочки широкие. Вот, наполнять буду сейчас картошкой и жареной, тушеной вернее капустой. Вот, смотрите, как я это всё делаю. Так, быстро разочек покажу. Вот, раскатываю до максимальных размеров. Беру начинку. И сейчас покажу, как я её накладываю. Здесь обычная картошка и пюрешка, смешанная с обжаренными грибочками, с луком. Вот, накладываю так, чтобы хватило залепить их. Так как тесто достаточно эластичное, оно хорошо вмещает в себя начинку. То есть можно добавить, если не влазит где-то, растянуть тесто. Я люблю, когда начинки много. Я с картошкой и грибами не люблю, потому что они получаются какие-то, знаете, такие постные. Вот, я делаю, ем всегда с капустой. Обожаю тушеную капусту и пирожки с капустой обожаю. Вот такие вот варенчики получаются. Точно так же я буду делать и с капустой. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»